Новый служитель Фемиды в Ненинском округе начало работу постоянное судебное присутствие арбитражного суда Архангельской области. Судью арбитражного суда Владимира Скворцова сегодня представили главе региона Игорю Кошину. Профилактика коррупционных правонарушений в органах власти. Этот вопрос обсудили на круглом столе во Дворце культуры Арктика. Участниками встречи стали представители исполнительных органов власти и прокуратуры Ненинского округа. Северяне, работающие и проживающие на селе, будут получать единую денежную выплату по оплате жилого помещения. Соответствующий законопроект рассмотрели депутаты окружного собрания. Здравствуйте! С главными событиями к этому часу с вами в студии Елена Семеновичева. В Ненинском округе начало работу постоянное судебное присутствие арбитражного суда Архангельской области. Судью арбитражного суда Владимира Скворцова сегодня представили главе региона Игорю Кошину. Напомню, постоянное присутствие арбитражного суда Архангельской области в Ненинском округе стало возможным благодаря принятому в прошлом году федеральному закону. На рассмотрение депутатов Госдумы его внесли депутаты окружного парламента. Теперь судебные споры по договорным отношениям жители округа смогут решать, не выезжая за пределы региона, без дополнительных финансовых и временных издержек. Раньше субъекты предпринимательства, юридические лица и просто жители округа вынуждены были решать свои споры в Архангельске. А это влекло за собой транспортные затраты, которые зачастую бывали значительно выше, чем непосредственно сама сумма спора. По словам спикера окружного собрания депутатов Анатолия Мяндина, постоянное судебное присутствие арбитражного суда Архангельской области в Ненинском округе – это оптимальный вариант выхода из сложившейся ситуации. Как практик, считая, что я здесь работал руководителем налоговой службы 14,5 лет, я считаю, что это действительно поможет нашим предпринимателям, организациям, учреждениям непосредственно здесь на месте решать все те проблемы, все те вопросы, которые возникают в том числе и с налоговыми органами, и с друг другом, с предприятиями, организациями. Как отметил глава региона Игорь Кошин, отрадно, что долгожданное событие, которое было запланировано два года назад, реализовано. В округе растет правовая грамотность, правовая культура наших жителей. И правильно, что люди выясняют отношения европейским способом. То, что сегодня создана возможность для предпринимателей на территории округа, рассматривать или иные споры, безусловно, это плюс. То, что нам удалось, и здесь большая благодарность, Евгений Александрович, вам, прежде всего, потому что вы были автор этого проекта, инициатор этого проекта, за два года нам удалось пройти путь от, скажем так, от идеи до постоянного судебного присутствия. Для реализации федерального закона суд Неницкого округа по договору безвозмездного пользования имуществом передал арбитражному суду Архангельской области для обеспечения деятельности постоянного судебного присутствия в городе Наритмаре служебные подсобные помещения. Мы первые в России, которые имеют, на основании федерального закона, постоянное судебное присутствие арбитражного суда. Такого в России не было. И пока еще предвидится, но пока во всяком случае нет. Мы идем непроторенной дорогой. Мы только завидуем, конечно, тем условиям, в которых будут работать они. Действительно. И видеоконференц-связь. То есть, есть возможность выхода. И, наверное, в дальнейшем, если пойдет, наверное, можно будет и проводить, в том числе, получать информацию. И не только в Наритмаре, но и в населенных пунктах Охуга. Постоянное судебное присутствие арбитражного суда Архангельской области в Неницком округе располагается в здании Дворца правосудия в Наритмаре. Заявления и документы от предпринимателей и других заинтересованных лиц для разрешения экономических и иных споров в сфере предпринимательства можно направлять по почте либо приносить лично. Есть возможность проведения видеоконференц-связи. Анализ коррупционных рисков, выявленные нарушения и профилактические мероприятия. Во Дворце культуры Арктика прошел круглый стол по профилактике коррупционных правонарушений органов госвласти. Участниками встречи стали представители исполнительных органов власти и прокуратуры Неницкого округа. Сотрудники правоохранительного ведомства сообщили о видах правонарушений, которые были зафиксированы в регионе. Так, зарегистрированы четыре случая непредоставления сведений руководителям организаций об участии в коммерческой деятельности. Эта норма содержится в 29-м постановлении правительства. Начальник отдела противодействия коррупции аппарата администрации округа рассказал о работе в этом направлении. В текущем году были внесены серьезные изменения в окружной закон о противодействии коррупции в Нениском автономном округе. Действительно, в нем закрепили новые понятия, предусмотрели новые полномочия для органов государственной власти и органов местного самоправления. Полагаю, что последующая реализация приведет к положительному эффекту и, соответственно, повлияет на антикоррупционное поведение государственных и муниципальных служащих. В следующем году отдел совместно с прокуратурой проведут ряд мероприятий, направленных на анализ эффективности принимаемых антикоррупционных мер в регионе. В Северяне работающие и проживающие на селе будут получать единую денежную выплату по оплате жилого помещения, вместо предоставляемых в настоящее время за счет средств окружного бюджета дополнительных мер социальной поддержки по возмещению расходов по оплате за пользование жилым помещением. Соответствующий законопроект для принятия в первом чтении на прецессионном комитете рассмотрели депутаты окружного собрания. Речь идет о ежемесячной денежной выплате по оплате жилого помещения и коммунальных услуг в размере 1200 рублей специалистам, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах округа. В их числе педагогические и социальные работники, работники с медицинским и фармацевтическим образованием, специалисты в области культуры и искусства, ветеринарной службы, в области физической культуры и спорта и другие. Получатели жилищно-коммунальных услуг на селе 600 человек, ученых, членов семьи 1408. В среднем, средняя сумма, которая кратится за год, это 14,5 тысяч рублей. То есть это как раз примерно те 1200, о которых мы говорим. Что касается найма, то этой услугой пользуются 22 человека. Цифры здесь разнятся от 3 до 20 тысяч рублей. Конкретной суммы компенсации в законе не прописано. И, как оказалось, некоторые этим пользуются. По долопотреблению я могу без фамилии назвать, далеко не ходить. Это красная у нас семья прописана по одному адресу со свекровью, которая получает за нами и обе получают за ЖКК, как специалист на селе. У нее договор со свекровью. Есть реально долопотребления, которые сегодня ничем не ограничены. Вносимые изменения позволят сэкономить порядка 7 миллионов 800 тысяч рублей бюджетных средств при текущем количестве получателей 531 человек. Также стоит отметить, что фактически этот закон будет применять размер компенсации по аналогии с федеральным, в котором в качестве дополнительной меры поддержки установлено, что медицинским и фармацевтическим работникам, проживающим и работающим по трудовому договору в сельских населенных пунктах, в федеральных государственных учреждениях производятся ежемесячные денежные выплаты по оплате жилого помещения и коммунальных услуг в размере 1200 рублей. Елена Семеновичева, Владислав Носкин, Телеканал «Север». Нарьинмар засияет по-новому. В Нарьинмаре в тестовом режиме установили современные светодиодные светильники «Светогор». Почти 400 жителей Харивера получили медпомощь в рамках проекта «Красный чум». На протяжении 10 дней в поселке работала большая выездная бригада врачей Центральной районной поликлиники. В 2016 году государственную поддержку по программе развития предпринимательства за счет средств окружного бюджета в сфере здравоохранения получили 7 предпринимателей региона. Сумма финансовой поддержки составила более 3 миллионов рублей. Такие цифры на еженедельной планерке при губернаторе округа озвучила главный финансист Татьяна Лагвиненко. По словам руководителя Департамента финансов, благодаря такой окружной поддержке в регионе появились Кабинет ультразвуковой диагностики, Центр автоматологических услуг, Соматологическая клиника и Соляная пещера. Самым масштабным оздоровительным проектом стал первый частный медицинский центр Санавита. Функционал медицинского центра предусматривает доказание полного спектра услуг по проведению медицинских осмотров Организации приема врачей. Всего 15 направлений деятельности. В планах услуги по лабораторной диагностике и вакцинации, открытие кабинета неотложной помощи, открытие дневного стационара и другое. Обслуживание пациентов планируется в системе как добровольного, так и обязательного медицинского страхования. Таким образом, считаем, что рынок медицинских услуг на территории округа достаточно успешно и активно среагировал на новые экономические условия, тем самым повысив конкуренцию между учреждениями любых форм собственности. Татьяна Лагвиненко также отметила, что несмотря на значительное появление новых субъектов сфер бизнеса на территории округа, с точки зрения развития конкуренции, недостаточно развитыми остаются такие сферы, как образовательная деятельность, дополнительное образование и перевозки пассажиров наземным транспортом. Данным направлением Департамент финансов и экономики Ненинского округа планирует уделять особое внимание в следующем 2017 году. Почти 400 жителей Харивера получили медпомощь в рамках проекта «Красный чум». На протяжении 10 дней в поселке работала большая выездная бригада врачей Центральной районной поликлиники. Они обследовали жителей поселка и оленеводов-кочевников СПК Путель-Яча. Едва над поселком Харивер появился вертолет, как машина медицинской помощи помчалась на аэродромную площадку. В рамках проекта «Красный чум» в поселок прилетела медицинская бригада из 18 человек для осмотра и лечения кочевого и местного населения на базе местной участковой больницы. С собой бригада привезла медицинское оборудование весом около полутора тонн. От меня и вообще от населения, конечно, мы предъявляем большую благодарность этой программе «Красный чум», потому что это уникальная возможность посетить всех врачей со своими проблемами и жалобами тем, кто не может выехать за пределы поселка, потому что поселок очень отдаленный, и то, что врачи сюда приезжают, этому все население очень радо. В первую очередь медосмотры были организованы для самых маленьких жителей поселка. Свою работу врачи «Красного чума» начали с детского сада и школы. Кроме того, деятели неводов были обследованы более широко. У каждого ребенка были взяты кровь на анализ, на гормоны, были химические показатели крови, были взяты анализы и направлены на УЗИ органов брюшной полости. И, соответственно, тоже были посмотрены всеми специалистами. Кроме этого, здесь велся прием неорганизованных детей. До позднего вечера в здании больницы медицинские специалисты вели прием населения, прерываясь только на обеденный перерыв и ужин. Благодаря проекту «Красный чум» жители Хариверы смогли проверить свое здоровье, что называется «без отрыва от собственного производства». Ведь для медобследования им не пришлось выезжать за пределы родного поселка. УЗИ здесь прохожу только первый раз. Как-то по срокам-то мне совпадает что-то. Приходится ездить на Венмар. А сейчас удачно совпало и сделали УЗИ. Очень востребовано у нас на данный момент, это, наверное, стоматолог. Это у нас проблема больная. Да, у нас вода не очень качественная. Получается, что от этого зубы портятся сильно. К тем пациентам, которые не могут самостоятельно передвигаться, медики выезжали на дом. Собираются необходимые, нужные документы по списку, который отмечен. И оформляется либо инвалидность, либо какие-то льготы. Получение бесплатных памперсов, противопролежного матраса, ходунков, каталог. В общем, все, что нужно. В чем, что на данный момент государство предусматривает бесплатно, то, конечно, можно оформить здесь. Первоочередной задачей проекта «Красный чум» является профилактический осмотр и обследование населения, ведущего кочевой образ жизни. Профессия оленевода связана с работой вдали от населенных пунктов, сложных климатических и бытовых условиях, большой физической нагрузкой. Поэтому систематическое медицинское наблюдение этой категории населения для врачей проекта является приоритетной. Оленеводов в первую очередь и чумработниц, и детей мы направляли на ультразвуковое исследование органов брюшной полости, щитовидной железы, молочных желез женщинам старше 40 лет. Это в обязательном порядке. И по направлению специалистов местное население было организовано. По словам специалистов «Красного чума», к профзаболеваниям оленеводов можно отнести артрозы коленных, тазобедренных суставов, заболевания позвоночника. Да, молодое поколение пришло, но кто уже отработал много лет оленеводом или работающие в тундре, они, конечно, страдают данными. Молодежь пока нет, а пожилые люди, они, конечно, приобрели эти заболевания. Молодых пока все в порядке. Взрослое население кочевое, вот судя по тем, кто был, оно, можно сказать, стало моложе, в оленеводство стали вливаться свежие, будем говорить, силы. Молодое поколение, оно, видимо, все-таки перенимает опыт отцов. Вот, а при осмотре молодежи они практически здоровые все. Среди них, во всяком случае, в этот раз я не видел ни одного больного. В СПК Путилича подходила к концу горячая пора годового просчета оленей и убойная кампания. Заканчивались и 10 дней напряженной работы медицинского отряда «Красный чум». Свою работу он продолжит уже в следующем году. Ирина Нежалова, Александр Усачев, Телеканал «Север». Наринмар засияет по-новому. Накануне в окружной столице компания «Стройтех» презентовала свою продукцию – светодиодные светильники «Светогор». А уже сегодня один из них установили около дома номер 14 по улице Вучейского. Он будет работать в тестовом режиме, чтобы в том числе и жители Наринмара могли оценить его преимущества. При производстве уличных светильников «Светогор» используются инновационные разработки, которые были внедрены совместно с финскими и американскими компаниями. По словам руководителя отдела продаж компании «Стройтех» Василия Воробьева, производятся светильники у нас в России. Они адаптированы для работы в условиях сурового северного климата. «Если брать вашу обстановку, ваш уровень освещения улиц, это широкий пучок света, который освещает гораздо больше территории под столбами. Комфорт людей, которые будут пользоваться всей инфраструктурой, которая появится. Также можно создать некую общую концепцию города, то есть не будет какие-то улицы желтые, какие-то белые, какие-то с пятнышками или еще какими-то вещами. Но в основном это общая концепция и преимущество этих светильников в том, что они работают в климате и разработаны специально под северные климаты. Там в этих светильниках используются, в «Светогорах» используются линзы финских производителей, а Финляндия в принципе очень схожа с нашими климатами». Пока светильники будут работать в тестовом режиме, чтобы каждый житель Наринмара мог лично оценить их достоинства. Округ приобретет квартиры для расселения жителей из ветхого и аварийного фонда. Это станет возможным благодаря заключенному госконтракту на долевое участие в строительстве жилья для жилфонда, признанного непригодным для проживания. Согласно ему, в ближайший год округу передадут 33 квартиры. Ранее власти округа уже заключили два госконтракта на приобретение 292 квартир по договорам долевого участия. Их региону предоставят в течение двух лет. Централизованный стройзаказчик в результате проведения госзакупки заключил контракт на долевое участие в строительстве жилых помещений с компанией «Строй-Универсал» стоимостью почти 154 миллиона рублей. При заключении договора учитывались два критерия – цена и квалификация участника закупки. Окружные власти приобретут две однокомнатные, 13 двухкомнатных, 17 трехкомнатных и одну четырехкомнатную квартиру в строящемся трехэтажном кирпичном доме по улице Тиманской в поселке Искателей. Жилые помещения будут передаваться жителям округа, переселенным из ветхого и аварийного жилфонда. Приобретение квартир по договорам долевого участия вместо инвестирования строительства жилья, в частности, позволит сократить сроки строительства и сэкономить бюджетные средства. Имя героя школи Имя героя Отечественной войны Алексея Калинина, нашего земляка, участника легендарного экипажа «Гастелло», присвоит школе села Нижняя Пеша. Имя героя Отечественной войны Алексея Калинина, нашего земляка, участника легендарного экипажа «Гастелло», присвоит школе села Нижняя Пеша. С такой инициативой в рамках патриотического проекта ОНФ «Имя героя школи» выступили активисты регионального отделения Народного фронта в Ненинском округе. По словам сопредседателя регионального штаба ОНФ Татьяны Бадьян, проект «Имя героя школи» призван повысить интерес ребят к истории страны и родного края путем присвоения общеобразовательным учреждениям имен своих героев-земляков. В феврале этого года региональное отделение Народного фронта впервые стало участником этого проекта. Тогда в торжественной обстановке присвоили школе села Великовисочное имя воина-интернационалиста, уроженца данного села Виктора Аншукова. У нас перспектива школы имени Калинина, потому что всероссийский экипаж вот такой общеизвестный, прекрасные памятники Белоруссии. Ведется большая такая вот эта исследовательская работа. А вот в Нижней Пёше вот у нас школа, к сожалению, имя этого героя не носит. Алексей Калинин окончил семилетнюю школу в Нижней Пёше. В 1939 году был признан в ряды Красной Армии. В 1941 году был назначен на должность стрелка-радиста в 4-ю эскадрилью 207-го полка в экипаж командира эскадрильи Николая Гастелло. Погиб на 22-м году своей жизни во время боевого вылета. По одной из версий, в результате тарана немецкой механизированной колонны. В 2018 году исполняется 60 лет с того дня, как он награжден Орденом Отечественной войны первой степени. А в 2019 году округ отметит 100-летие со дня его рождения. Торжественные мероприятия по официальному присвоению среднеобразовательной школе села Нижняя Пёша имени воина Алексея Калинина планируется провести в конце февраля 2017 года. Такова была информационная картина дня. Увидеть новости вы можете также и на нашем сайте адрес trk.sever.ru. Далее смотрите прогноз погоды. Субтитры создавал DimaTorzok